В стенах парламента вновь вы говорили с представителями правоохранительных органов, с Генеральной прокуратурой, со Службой госбезопасности. Но вы непосредственно вчера были на месте происшествия в квартире сестры-герой Абхазии Анжелы Бранзе. Вообще, с точки зрения права, насколько действия, которые совершались, были необходимы, я имею в виду в том числе и оцепление дома, этого девятиэтажного, где проживает семья Бранзе, само постановление возбуждения уголовного дела, в том числе на основании рапорта следователя и некой лингвистической экспертизы. Достаточно ли вот такие, грубо говоря, документы для того, чтобы совершать вот подобного рода действия? Да, мы действительно были не только я один, а было несколько депутатов парламента, которые были оповещены гражданами Абхазии, это избирателями тех округов, которые избирались, конкретные депутаты, были приглашены с тем, что, по их мнению, были в отношении этих женщин проведены незаконные действия в рамках действующего процессуального законодательства. И мы туда прибыли. Да, действительно, было там определенное количество сотрудников ГЛИЦИ, УВД города, сотрудников БСКБ и сотрудников прокуратуры. Но вопрос количества их применения в каждом конкретном случае, конечно, определяет руководитель в рамках проводимой оперативно-растной деятельности. Это, конечно, на их усмотрение. Они сами принимают решение, какое количество нужно для проведения этих профессиональных действий и в каком формате должно произойти в какое-то время. Как я потом ознакомился с постановлением о возбуждении уголовного дела, оно было возбуждено именно в этот день, в 18.00, и что вызвало возмущение на определенном этапе до нашего туда прибытия, то, что люди препятствовали какой-то части проведения обыска, то есть определенных оперативных действий в связи с тем, что они считали, что это постановление незаконно. Когда я ознакомился с этим постановлением, основанием возбуждения уголовного дела являлся рамок. Я несколько раз переспросил у представителей прокуратуры города, что это за рапорт на основании чего вы там, какой лингвистической экспертизы бы возбуждать уголовное дело. Потому что основание возбуждения уголовного дела по разному виду преступлений, оно определяется уголовно-процессуальным кодексом. И все уголовные преследования, они и возбуждение уголовного дела делятся на частные, дела частного характера, публично-частного и публичного. В данном случае то, что в возбуждении уголовного дела, в возбуждении уголовного дела было указано, что данные граждане женщины обвинялись, подозреваются в совершении кривиты и оскорбления, это непосредственно являются уголовные дела, частное обвинение. И дела возбуждают в соответствии с уголовным процессуальным кодексом не иначе, как по заявлению потерпевшей стороны. То есть, по-простому что сказать? Как на это можно понять? То есть, те лица, в отношении которых осуществлялись клевета в использовании средств массовой информации, в том числе и сети интернет, они должны были считать себя оскорбленными и подать соответствующее заявление. Только на этом основании возбуждаются подобного рода уголовные дела, как я говорил, частного обвинения, ни по другим никаким признакам. Но вот это и мешало проведению процессуальных действий, связанных с обыском. Но мы попробовали, чтобы разлить ситуацию, чтобы не обострять ее, мы попробовали как-то сослаться на формальные признаки, формально, хотя я говорю, что основание возбуждения было незаконное. Для того, чтобы не препятствовать, чтобы не создавать ажиотажа, люди себя считали невиновными, они считали, что у нас нет никаких анонимных ников, анонимных ников, предоставили ноутбук и телефон для того, чтобы могли их взять и провести соответствующую экспертизу со становлением признаков, стал преступлением уже по факту. И, в общем-то, все эти процессуальные действия были уже политически завершены, были предложены понятые, оформлялось и опечатывалось изъятие этих предметов, и в дальнейшем там ворвались несколько людей с оскорблениями на... Вообще людей, которые как соседи пришли рядом, женщины, там были, как я уже говорил, на заседании, там были и малолетние, несовершеннолетние дети, с оскорблением сензурных бранью. В дальнейшем, когда мы пытались их блокировать, и чтобы не произошел конфликт, один из присутствующих вытащил отнестрельное оружие, пистолет, размахивая им в разные стороны, там угрожал, что-то выкрикивал, и один из родственников попытался предотвратить выстрел, и каким-то образом ему все-таки удалось направить его руку вниз, и вот произведен был выстрел. Произошло там небольшое ранение одного из тоже граждан, который там присутствовал, и в дальнейшем он был уже там, в таком случае было все присутствие, естественно, от сотрудников СГБ, прокуратуры, в милиции, в Украине внутренних дел города, сам присутствовал, астаморный занятий Шахагуш, он принял все необходимые меры по его содержанию, прямо на месте, его попытались вывезти, но, естественно, это все было под таким вот эмоциональным фоном, естественно, родственники, друзья, близкие, также пытались там нанести ему удары, там нанесли ему даже удары, но в дальнейшем он был вывезен, и, если не ошибаюсь, он доставлен был в арсимирканскую больницу с побоями. Вот, в общем-то, по вчерашнему инциденту именно так. Почему сегодняшнее заседание, оно вызвало такой вот резонансный такой вот фактор, потому что это здесь, видите, имеется в виду уже накопительный эффект, связанный с систематическим нарушением органов правопорядка, действующего гандальства, которое, естественно, прослеживается, здесь и некое такое преследование, связанное с политическим контекстом и мотивом, какое-то выборочное относительно определенных граждан, связанных с действующей властью. Вот можно привести примеры, которые мы проводили недавно заседание парламента, на котором мы с приглашением всех силовых представителей и входили в свою структуру, поднимали вопросы, связанные с цепью вот такой событий, причинно-следственной связью между истязанием, испиением и доведением до самоубийства в изоляторе временного содержания города Гагра Атриба, и в дальнейшем уже из мести попытки совершения преступления и его друзьями в отношении советников милиции. Но вот в чем здесь мы видим тоже такое совевидение некого бездействия, что ли, или выборочного действия по уголовному расследованию со стороны правильных органов. Вот было сказано, например, в наследствии парламента, что советники милиции имели право, в соответствии с законом о милиции, применить огнестрельное оружие с целью предотвратить покушение на жизнь сотрудников милиции. Конечно, однозначно здесь нет никаких вопросов, и закон милиции, закон о оперативно-розыскной деятельности предполагает применение сил и средств, и в том числе и специального оружия в отношении граждан, совершивших преступления или совершающих преступления в цели в целях его предотвращения. Но здесь возникает вопрос. Право, оно, конечно, зафиксировано, но право всегда вытекает из обязанностей, в первую очередь, но никак не наоборот. И прежде чем применить меры крайней необходимости, нужно было, конечно, я не знаю, там разные могут быть ситуации на месте, но дело в том, что не было у нас включенных режим какого-то контр-сильской операции, чтобы в данном формате, на определенной территории могли быть временно ограничены кондиционные права граждан, в том числе и подозреваемые в совершении преступления и покушающиеся на жизнь сотрудник правоохранительного органа. Вот этот момент между правом и обязанностью, вот эта тонкую грань, которая, на мой взгляд, перешли сотрудники милиции, гагенской милиции, совершивших вот такие вот неоправданные действия, повергшей смерть гражданина Кетия, в данном случае, конечно, здесь большую и существенную роль играет именно действие генеральной прокуратуры, потому что именно прокуратура, как орган, единственный, главный, надзирающий орган над соблюдением законности Конституции, в том числе и любого отраслевого законодательства, в том числе и над деятельностью правоохранительных органов, она обязана упроследить эту связь и выявить в действиях сотрудников милиции признаки превышения своей должностных полномочий, то, что не было сделано. Эти события повлекли за собой в дальнейшем попытки совершить измельствие за своего друга. Я не знаю, они действительно намеревались или они там говорили об этом, говорят, в наследственном говорили, что была какая-то переписка между ними, были записи видеонаблюдения, где стрелял, отходя с состояния 15 метров Хагуш, сотрудникам милиции, но почему-то они убили Кетя, хотя он, они сами говорят, что не стрелял. И была ли такая крайняя необходимость применить такие действия? Вот эти звенья одной цепи. И масса вот таких вот в последнее время правонарушений, где отсутствует должен надзор. Вот есть такое постановление генерального прокурора, если не ошибаюсь, в 2005 году, если не ошибаюсь, могу ошибаться, был тогда завостренный борцец. И специально по конкретным вот таким вот фактам, связанных со смертью подозреваемых или там заключенных в следственных изоляторах, какой вводится режим, кто должен туда прибыть? Вводится режим чрезвычайного происшествия. Туда должен быть прибыть на место на место генерального прокурора подозрева, или там прокурор города. Они должны сразу были бы провести оценку по каким причинам, таким и тем, кто виновен. То есть это специальный режим действий прокурора, прокуратуры в таких вот чрезвычайных происшествиях. Это поэтому постановлению по генеральному прокурору действовали во всех других случаях. Я не знаю, конечно, наверное, может быть и в данном случае какие-то действия проведены, но я вас спрашивал, отстранен ли тот начальник ГУНОРОСКО, который был причиной связанных с конфликтом с АТЭБА, не отстранен. Проводились ли в отношении него какая-то там государственная проверка на примет его превышения должных полномочий? Не проводилось. Дальше также они фигурируют в деле по задержанию и в дальнейшем смерти гражданина Кетия. Тоже там отстранен какой-то сотрудник, но опять сотрудник ГУНОРОСКО не отстранен. Мы уже не говорим о том, что в отношении его, на мой взгляд, должны были быть проведены со стороны прокуратуры надзорного органа должны были провести необходимые следственные действия и, возможно, его нужно было бы отстранить из занимаемой должности, чтобы в дальнейшем не произошли вот такие события, которые такие фатальные, которые уже, к сожалению, непокровимы. Это связано с таким вот попыткой колеветы в отношении меня, в том числе в отношении распространения на основании заведомо ложного доноса распространения информации не соответствующей действительности. Я это говорил много раз, что были нарушены также отношения депутата, нарушены основы и фундаментальные базовые принципы Уголовного-Уголовного процессуального кодекса и в том числе и Конституции, тогда не проведя никаких необходимых следственных, проверок и следственных действий, не опросив меня, даже не оповестив меня, готовишься или там уже свершившиеся проверки процессуальные, объявляют это вследствие массовой информации на государственном обхазском телевидении. Государственное обхазское телевидение тоже, вещая это в эфире, ссылается на анонимных соцсетей, демонстрирует этот ролик именно, который гулял по интернету. Я здесь просматриваю нарушения законных средств массовой информации, в том числе я не мог в то время никак дозвонить прокурору города. Дальнейшие события уже неизвестны, честно, я не хочу повторяться, но я прямо на второй же день, 15 числа, направил соответствующие депутатские запросы начальнику Государственной службы охраны, так как это режимный объект и приемная аппаратура видеоизображения с камер видеонаблюдения, она находится в здании администрации президента, кто мог получить там доступ, когда там были только сотрудники ГСО, проходительные, у нас сотрудники УВД и сотрудники прокуратуры. Также я предусмотрю генеральную прокуратуру, чтобы был выявлен круг лиц, анонимы, которые распространяют информацию о несоответствующей действительности, порочим мою честь, достоинство и репутацию, для того, чтобы определить круг и привлечить к соответствии уголовной ответственности соответствии нашим законодательствам. Но вы знаете, что в соответствии с законом по статусу депутата депутатский запрос должен быть реализован, то есть те органы, те должностные лица, к которым направлен депутатский запрос, должны его реализовать, ответить в 20-дневный срок. Вот этот срок уже прошел, со мной никаких процессальных действий никто больше не проводил, я его получить так и не получил. Ответ. Да, ответ на этот поставленный вопрос, я имею в виду, что сроки были нарушены, я обращался к генеральному покурору за предоставлением ответов на поставленные вопросы, генеральному покурору не отвечать, тоже в данном случае идет тоже нарушение законодательства, оно предусмотрено либо администативно, либо уголовное наказать за недостоверный, несвоевременный, неполный или вообще отказ в предоставлении ответа на запрос депутата, но возникает вопрос, и это чувствуют люди, это ощущают на себе каждый гражданин, который не чувствует себя в безопасности, в том числе и по этой причине депутата парламента позвали, вчера пригласили, потому что нет доверия к правоохранительной системе, но оно и к отдельным, скажем, представителям правоохранительной системы, к отдельным должностным лицам, и люди хотят, конечно, защиты, но при этом понимают, что если депутат парламента, председатель комитета по государственной политике, он не может защитить свои права, каким образом он будет защищать права избирателей, тех, которые голосовали за него, которые делегировали ему свои полномочия, в том числе и по защите их кондиционных прав, поэтому и налицо право системный такой кризис, связанный с реализацией этих полномочий, должностных полномочий, отдельных сотрудников правоохранительных органов, которые подрывают доверие граждан и, как я говорил на связи тоже в принципе конференции прямо на следующем после публикации в Казахстане в Казахстане телекомпании, что эта тенденция, с одной стороны, она подрывает, конечно, доверие к обракотной системе, могут подвергнуть ревизии или сомнению ранее принятые акты, возможно, будут подвергаться сомнению будущие принятые действия со стороны обракотной системы, и если люди будут понимать, что их права и законные интересы и свободы не будут защищены в законном порядке, то есть именно со стороны надзирающего органа, тогда, конечно, людей может это подтолкнуть на какие-то следующие неправомерные действия, пример я приводил того же Хагуши Кетя, а вот это и есть самая большая опасность, которая может вернуть нашу страну в такой правовой анархии, и может создать угрозу и необратимые последствия в том числе для нашей государственности, поэтому мы призывали депутатов обратить особое внимание на существующее положение дел, оно не может не вызывать беспокойство и как можно скорее, в том числе сегодня обратился пользуясь тем, что здесь присутствует присутствует на заседании комитета Абхазского государственного телекомпания и Абазар обратился к президенту с просьбой реализовать его конституционные полномочия, а именно статью 53, часть 1, где в соответствии с которой президент обеспечивает соблюдение конституции и закона на всей территории Республики Абхазия как гарант на институции, также обеспечивает права и интересы граждан, интересы общества и государства. В данном случае здесь только возможно, раз мы не можем как и в том числе и как и парламент в полном объеме повлиять на стабилизацию связанной с таком кризисом правоохранения системы, потому что депутат парламента законом ограничен от прямого вмешательства в оперативную расследственную и следственную деятельность. Мы можем только некие контрольные функции за исполнением тех же законов, которые мы принимаем и исполняем. Поэтому здесь может стабилизировать ситуацию только президент, приняв необходимые решения, в том числе и кадровые.